Всем привет! Карты памяти microSD уже давно прочно вошли в нашу жизнь с появлением смартфонов на Android, квадрокоптеров, экшн-камер и видеорегистраторов. Многие, к сожалению, не думают, какую именно карту памяти выбрать и покупают первую попавшуюся за минимум денег. А затем бесятся, когда видео с квадрокоптера перебрасывается на ПК целую вечность, а смартфон подтормаживает, а карта, которая у вас была в экшн-камере, после небольшого падения просто-напросто вздыхает. Да, пончик? Что ты меня жуешь? Не жуй меня, не жуй меня. В этом видео речь пойдет о надежной, очень быстрой и при этом недорогой карте памяти Kingston microSD Canvas Go Plus. Она бывает объемом от 64 до 512 гигабайт. Стоимость за гигабайт очень привлекательная. Часто разница между разными версиями смартфонов по объему хранилища одной и той же модели может отличаться на 200 и больше долларов. В то время как, например, карта памяти на 256 гигабайт обойдется всего в 50 баксов, которую можно использовать и для других задач, пока память на телефоне еще не забилась. Также можно взять карту на 512 гигабайт за 140 долларов и получается вы получите больший суммарный объем, а заплатите даже меньше. Так зачем тогда переплачивать за версии смартфонов с большим объемом? Think about it. Для бюджетных смартфонов такая карта на 128 гигабайт за 25 баксов это просто отличное предложение, особенно для моделей с базовым объемом 32 или 64 гигабайта. В целом для смартфонов из всех обозначений самым важным является класс скорости A1 или A2, он же Application Performance. Класс скорости A2 для приложений говорит о том, что система Android сможет использовать карту памяти как внутреннюю память смартфона. Вы можете без проблем скачивать свои любимые игры с маркетплейса сразу на карту памяти. Canvas Go Plus может похвастаться топовым классом скорости A2, а значит поддерживает 4000 операций при случайном чтении и 2000 операций при случайной записи. Например, многие карты памяти вообще не поддерживают такую функцию, что приносит огромный дискомфорт при использовании в приложениях на смартфонах минимум в 2000 раз. Ну, плюс-минус 1000 туда-сюда. Когда вы используете приложение или играете в игру, то информация считывается и записывается не последовательно, а случайно. И этот параметр выходит на первый план по важности, особенно для Android устройств. Поэтому сэкономленные деньги на самой дешевой карточке могут обернуться для вас лишними нервами. Canvas Go Plus идеально подходит для смартфонов и ее возможностей будет за глаза даже для самых требовательных игр к производительности подсистемы памяти. И она точно не станет бутылочным горлышком при взаимодействии со смартфоном. Вот такие результаты показывает карта памяти при работе в моем смартфоне. Это отлично как для работы в приложениях, так и серийной съемки фотографий и даже записи видео в 4К и 8К. Кроме этого, вас, конечно же, должен интересовать и привычный параметр скорости работы карты памяти в мегабайтах за секунду, чтобы ваши большие объемы информации быстро считывались и быстро записывались на карту памяти. В случае с Canvas Go Plus она прям супер быстрая, до 170 мегабайт при чтении информации и до 90 мегабайт в секунду при записи. Это вот прям очень много и покрывает буквально любые запросы. Не важно, насколько крутое видео пишет ваша экшн-камера, дрон или смартфон, эта карта памяти будет работать с любыми форматами записи. На самом деле, карту памяти microSD без проблем можно использовать и в профессиональных камерах. Скорости карты вполне хватает для записи 4К видео с высоким битрейтом 100 мегабит за секунду. У карты класс скорости V30, то есть она поддерживает беспрерывную запись до 30 мегабайт за секунду или 240 мегабит за секунду. Это то, что гарантирует сама компания-производитель, и вы точно можете на это рассчитывать со своим устройством. Карта памяти хорошо защищена, работает в широком диапазоне температур и обеспечивается пожизненной гарантией, что как бы подтверждается ее надежность. Вот бы в моей камере была пожизненная гарантия. И в конце конкурс, как же без него, дарим карту памяти Kingston MicroSD Canvas Go Plus на 128 гигабайт за комментарий под видео. Опишите детально, для чего вам нужна эта карта памяти, что вы будете с ней делать. Детали конкурса в описании под видео. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, теперь у вас не будет возникать вопрос, какую именно карту памяти выбрать, чтобы недорого, но при этом, чтобы и очень быстро. Ну, вы поняли. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok